Так, Игорюнечка, на меня посмотрим, на меня посмотрим, так, пожалуйста, спиночкой, спиночкой ко мне. Слушай, ну чё-то не идёт, чё-то вот, прям негармонично смотрится, да? Ну стильно, да, я согласен, необычно, очень необычно, я впервые вот в жизни вижу вот такой вот прикид, я всегда видел Игоря и только в золотой броне, согласен, необычно, да. Слушай, ну смотри, смотри, вот у него кожа зеленоватого оттенка, да, Игорь? Хотя на самом деле он... Вот именно вот это, Катя, я и хотел сказать, то, что зеленый как-то не сочетается с алмазным, вот прям вообще нет, Катя. Давай ему другое сошьем, а это выкинем, сожжём в помойку, мне не нравится. Мне вообще не нравится, Игорь, нет, извините, ну конечно ты можешь пройтись, покажи нам, покажи нам свою грацию, Игорь, давай. Давай, пошёл, 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 бедром потряс, потряс, другую сторону потряс, давай, Игорь, давай, ну не, 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 Катя, мне не нравится. Не идёт, не идёт. Как твой садизайнер, скажу, то, что в помойку, в помойку, Катя? Да, швы неровные, тут торчит, свет вообще к лицу не подходит, всё. Игорь, простите, вы не проходите дальше наш кастинг моделей. Да, Катя, выталкивай его туда, а то он... Аааа, он меня сейчас убьёт! Давай, 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 выталкивай! Игорюнчик, на выход, на выход, я тут, я тут, на выход. Другую сторону, Игорюнчик! Ну что ж, вы такие-то настырные, но если вам люди говорят, что ну не подходит, значит не подходит. Аааа, а я? Пусти меня в мою уже эту, эту дизайнерскую мастерскую, пути! Давай, давай, заходи, 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 заходи. Нет, Катя, не лучшая твоя работа, честно тебе скажу, не лучшая, могла быть лучше. Тише, 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 подожди, давай я тебе сделаю, давай я тебе сделаю. Давай, давай, давай сделай, хорошо, тогда я буду. Не, нужно мерочки, мерочки снять с тебя, мерочки. Снимай, снимай, давай. Так, тут у тебя маленький, тут большой, но тут всё же маленький. Так, всё, давай. Что? Я бы на твоём месте не смеялась, подожди. Что маленький, что большой? Так, сейчас я тебе быстренько заделаю ботиночки. А ты про ботиночки маленький, большой, я просто уже что-то подумал не то. Так, давай, делайте. Так, я считаю, что тебе этот цвет должен подойти. Вот сделай вот реально так, как ты считаешь нужным, чтобы прям цвет мне к лицу шёл, вот давай. Окей, выбери себе рубашку, вот выбери любую, давай. Ааа, да не все как-то одинаковые, ну давай вот эту, вот. Они разные. Так, окей, сейчас мы быстренько покрасим. Так, в принципе, готово, можно примерять. Ну давай, давай, я готов. Ммм, значит, фиолетовая рубашка. Надеваем. Опа! И чё ты думаешь, фиолетовый мне подходит? Да, красные штаны. Ммм, ну и чё ты думаешь, фиолетовый с красным очень сочетается? Сейчас, сейчас, подожди, мне нужно вот приблизительно посмотреть, какого цвета ботиночки, чёрные ботинки должны быть, чёрные, я не, всё не так, всё. Ааа, у меня нет чёрного красителя. Давай, давай белый, давай белый, мне, мне белый нравится цвет. Светло-серый есть у меня, а белого красителя, к сожалению, у меня нет. У тебя вообще есть что-то в этом магазине? Как ты собираешься одежду шить, если у тебя ни черта нет, Кать? Это кризис у всех, сейчас ни у кого ничего нет, поэтому надо же красные ботинки и красный шлем. Ну давай, красные ботинки и давай красный шлем. Офигенно! Вот это мне нравится. Ну лучше, чем... Ягоду, ягоду возьми. Ягоду, да, давай, ягоду, давай я возьму ягоду. Ягоды в две руки, я прям, я прям, я прям даже не знаю, кто я. Не говори, не говори, ты лесной, лесной эльф. Кто? Лесной эльф. Я лесной эльф, это костюм лесного эльфа. В студию можно маскарад смело отправлять. Я считаю, что это одна из твоих лучших работ, по крайней мере 100% лучше, чем вот то, что только что было у Игорюнчика. А вот, кстати, он до сих пор там ходит, бродит. Я его сейчас убью. Я его сейчас убью. А тем временем уже расцвело, поэтому пошли. Все, мы всю ночь с тобой там торчали. А, кстати, Кать, я тебе хотел сказать, что мы здесь с тобой ерундой какой-то маемся. Ты думаешь, что ты его убьешь? У него алмазная броня. Что ты хочешь сказать, не убью, я убью. Да не убьешь ты его, не убьешь. Убью. Да ты попробуй, Мегасон тебя быстрее убьет. Сейчас посмотрим, кто кого, я его замочу. Я его сказал замочу, значит я его замочу. Ну давай, все, молодец. С него выпал вот этот сет алмазной брони, выпал. Да, весь сет выпал. Все, пошли. Я-то забыл тебе сказать, что мы здесь с тобой что-то крафтим вот эту всю одежду и прочее. У нас с тобой сегодня столько планов, столько планов. На сегодня с тобой столько приключений. Я тебе столько нового хочу показать. Пошли давай в город. Вот сейчас честно, вот на серьезных щах я тебе говорю, я не пойду больше в ад. Меня это уже заколебало окончательно. Я остаюсь дома, можешь идти один, хорошо? Кать, мы не идем в ад. Мы, нет, ты ошиблась, мы не идем в ад. Что за шутки? Я кое-что построил новое, что ты еще не видела. Мы, кстати, на предыдущем стриме, у меня всегда стримы вторник, четверг, субботу, если кто-то вдруг не знает, всем вечером по Москве. Мы с пацан-трей-пацанесами на предыдущем стриме строили вот это. Подойди вот сюда, давай, давай. Если это что-то похоже на тот аквариум, я не пойду. Нет! Иди сюда, смотри! Это еще что за треугольный дигидон? Не поняла вообще сейчас прикол. Это что? Это ты у мамы треугольный дигидон! Это новый остров ледник, вот это для Михуила. Какой треугольный дигидон? Для Михуила. А, решил искупить свою вину, да? Потому что ты там ему все подорвал, ему жить даже негде было. Жил как бомжара какой-то непонятный. Я ему там все подорвал! Да я ему ничего не подрывал! Я что виноват в том, что там крипер заспавнился и разнес ему немножко вот этот кусочек дома? Нет! Я-то ему вот это построил, потому что у Михуила в ближайшее время появится огромная семья. И вот в предыдущем его доме вряд ли там сможет жить он, его жена и еще его сын. А вот здесь, в огромном леднике... Давай, кстати, туда поедем. Давай, вези меня туда, мать. Все, садись, я хочу посмотреть. Давай. Да, в другую сторону, еще круги-то тут наматываешь. Вот я тебе пирс построил, Кать, вот, вот. Да у меня что-то клавиатура сломалась, похоже. Да вот сюда, вот, да прямо. Ча-ча-ча-ча. Да, направо. Попытаюсь. Ну зачем этими змейками ты тут кружишь? Все, тихо-тихо, дай эксперту оценить сооружение, постройку. Ммм... А что это за блоки такие зеленые? Призмариновые блоки, зеленые, красивые. Короче, мы сюда приезжаем всегда на нашей лодке. Здесь специальный пирс. То есть Михуил живет на огромном... Будет жить, будет жить на огромном леднике посередине океана. Здесь его никто не будет трогать. Ярики... Ну, разве что Ярики его будут доставать. Здесь будет спать он со своей женой будущей. А здесь будет спать его будущий сын-дочь. Или кто-то там другой. Здесь... Здесь они будут хранить свои припасы рыбы, меда, еще там чего-то. Я не знаю, что кушают полярные медведи. Вот. Вот. А мы к ним будем иногда приходить и гостить. А еще я сверху построил вот эту заснеженную гору вот на леднике. Слушай, ну мне нравится. Форма, конечно, незамысловатая. Но в целом мне очень даже нравится. Только единственное, знаешь что? Мне кажется, мы не будем сюда приходить. Так же, как никому из наших животных мы не приходим. Никогда. Даже не корнем. Вот ты если не кормишь своих детей, это не значит, что я их не кормлю. Я каждый раз до серии, по каждому вот этому загону нашему пробегаюсь. И каждому лично в рот даю печеньку. И попугаем тоже? Ну, кроме попугаев. Попугаем в рот я ничего не даю. Ну, в смысле, печеньку. Отлично. Бери меня на лодку, поехали. Поехали. Только куда? Ну, сначала перетащить Михуила в его новый дом, а потом искать жену Михуилу. А то он как бы холостяк, уже соскучился по бабам. Ну, в девушках. Ну, наконец-то. Наконец-то. А что, ты тоже хотела женушку Михуилу, а? У нас один остался. Тут большой такой денеженький. Маленький. Мой ютюб. Пора. Пора заводить семью. А то ты так сам состаришься и умрешь в одиночестве. Пошли, Михуил. Давай, за мной, за мной. Так, жалко, конечно, то, что Михуила кормить-то нельзя. Он не ел, наверное, всю жизнь. Ну, может, ему жена что-нибудь притащит. Я не знаю. Кстати, да, жена его будет кормить. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Так, давай, Михуил. Я очень сильно надеюсь, что ему здесь понравится, учитывая, сколько я времени потратил на то, чтобы это построить. Часика-два примерно. Давай. Залезай. Всё для тебя уже готово. Кать, закрывай за нами здесь калитку. Вот. Опа. Всё, Михуил. Вот это, с новосельем ядрёный полярный медведь. Оп. Всё. Вот так. Ну, рано, рано с новосельем-то поздравлять ещё, как бы. Да, чё рано? Он-то уже заселился. Сейчас мы ему ещё тёлочку притащим, и тогда у них вот это будет бурная вот эта, да, ночь. Мы вершим судьбы наших детей. Это так романтично. В зимний биом, Катюха! В зимний биом. Слушай, мы тут давно никуда не путешествовали, давно на лодке никуда не катались, давно я кое-что не делала. Кстати, да, всегда вот эти железные дороги, всегда вот эти крылья. Не было того, что было серии 50-60 назад. Кать, а может, нашу фирменную с тобой? Да, пожалуй, да, только вместе со мной пой. Ну, давай, ты первый, а я второй. Давай, и три, и три, и четыре. Надо, 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 надо в дорогу не торопиться. Надо узнать, не что я за птица. А почему? А почему? А почему? Дару светит. Жить у дому, жить у дому. Жить у дому. Знаю, знаю. Верю, верю. Птицами считают. Только те, которые летают птицами, 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 летают. Ну, серий 30-40 этого точно не было. А то я под каждой серией, учитывая то, что мы читаем комментарии, читаем или нет? Читаем. Читаем комментарии под каждой серией. Подписчики спрашивают, Эдисон, а когда будет фирменная песня вот этой Катюхи? Вот, кстати, Катя созрела и спела её. Ай, скоро там до зимнего биома-то, ну. Ой, кстати, я не знаю, мы, походу, что-то вообще не туда приплыли. Капитан! Прямо по курсу зимний биом! Отлично, надеюсь, медведица там хоть одна да есть. Слушай! А вдруг мы Филиппа найдём? Может быть... Я не уверена. Ну, а если вдруг мы его найдём, может, притащим? А только Елизавета заскучала за всё это время, а? А как мы объясним Елизавете, что это не тот Филипп, которого она ждала? Ну, это Филиппа-заменитель 2.0, усовершенствованная версия Deluxe Edition, универсал. Ну, как бы я не знаю. Куда меня вообще завёл? Ну, давай беги, чё ты отстаёшь? Ты видишь, сколько там Игоря? Ты не отвлекайся на всех, не бей никого. Просто беги. А, беги, это я ещё без броньки, да я сейчас умру. Да ты не бей никого. Почему ты просто бежать-то не можешь? Давай за мной, не трогай ты этих Игорей. Выбрали мы, конечно, время ночью прибежать сюда, как всегда. Так давай, может, переспим. Ооо, ещё вас там не хватало. То есть, вы думаете, то, что всего вот этого апокалипсиса, который здесь творится, 94 Игоря, скелеты, зомби? Так ещё и фантомы присоединились, Кать. А я говорила, надо переспать. Ну, давай тогда переспим, потому что это уже дурдом какой-то. Да за мной беги, ну не трогай ты этих Игорей. Да, мне страшно. Да чё страшно, я всегда с тобой рядом. Правда, я тебя не защищаю, я тоже убегаю, как и ты. Ну да, бежим. Да ябаро, ты слушай. Я запомню этот день на дом, как мы Михуеву жену выбирали. Прикрывай меня со спины, я буду разведывать обстановку с переги. Если здесь будет много мистер Криперов, вижу только кролика. Он опасный, не опасный, я не знаю. Трогать его не буду на всякий случай. Да он в яму упал. Нормально. Я тебе чё-то сделал? Да я, я, я максимум бы тебя взял для Михуила. Не, ну да, вот эту давай трогать мы не будем, у неё уже сразу сын есть. Я не хочу, чтобы у Михуила был приёмный сын. Не-не-не, с прицепом нам не надо, мы ищем свободную. Пойдём. Да, свободную, чтобы у неё не было до этого парней, чтобы Михуил у неё был первым. Тут ещё одна, кстати, есть, но у неё тоже есть сын. Мне кажется, здесь у всех сын есть. Так это будет... Нет, нам нужно найти одинокую женщину молодую. Да, да, чтобы, как я сказал, у неё не было до этого отношений. Чтобы Михуила был первым, чтобы они познали вместе всю страсть бытия, любовь, гармонию отношений, романтику и всё остальное. Сложно, но в принципе понятно. Слушай, Кать, а давай проверим твои навыки паркура. Сможешь вот эту яму перепрыгнуть, вот с этого куска снега на вот этот кусок снега. Так если я буду перепрыгивать, я провалюсь в лаву, там же... Собака. Ну вылезает. Встань от меня, я видела, что там снег. Собака. Ну это тебе не помогло, да, спастись от лавы? Помогло, потому что я в броньке, а ты собака, сукуха. А вот оно как, да? Ну ребят, уже день настав, ну сгорите вы, уже атаковали, пипец. Горят, Кать, начинают все гореть. Всё, мы вроде как спасены. Ну правда не от мистеров-криперов, потому что они даже днём не горят, вот эта нечистая сила. Вижу, вроде... Чики-бомбони! Да нет, не чики-бомбони, а эта медведица вроде одинокая, если я ничего не путаю. Вроде да, у неё только свинья рядом. Да, но я сомневаюсь, что свинья это её сын. А может внебрачный? Может, да, приёмный. Так, тогда... НЕЕТ! Ну ты дурак! Ну почему мы ещё с ней даже познакомиться не успели? Уже и всю жизнь покалечили. За мной давай, 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 надо сваливать отсюда. Я, короче, вижу то, что вы, молодая мадемуазель, живёте не в очень таком благополучном районе, поэтому я предлагаю вам защиту, питание, пропитание и хорошего молодого человека. Главное, пройдёмте со мной и не возмущайтесь лишний раз. Да, между прочим, как бы апартаменты класса, люкс, всё включено, уборка тоже. Уборка, да. Рядом с домом Эфилева башня. Ну, как бы много всякого романтичного. Просто давайте за мной. Всё, пошли-ка. Да, видишь окна моря, если что. А жить вы будете на леднике. Там даже холоднее, чем здесь. И мистеров-криперов вроде как поменьше. Смотри, смотри, как побежала сразу, прям ускорилась. Ну, конечно, Михуил видный молодой человек. Любая бы с ним захотела бы замутить. Ну, давай, перепрыгивай. Ничего, ничего. Ваши с Михуилом чики-бомбони ближе, чем ты думаешь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Кошмар звучала очень угрожающе. Хорошо устроилась мадмуазелечка-то, да? Смотри, как её контузит. Давай, давай, ты там не отставай от нас. Похудей, пока доберётся, кстати. Немножко подбросит песка. Ну, бегающего по воде медведя я до сих пор ещё не видел, Кать. Да почему мы Михуила с тобой так же транспортировали? А, ну, значит, тогда они точно сойдутся между собой, если они вот, что Михуил по воде умеет плавать и бегать, что вот это умеет. А какое имя мы ей дадим, а? Давно мы, кстати, никого не называли. Михаил, Михуил. Какой ему подходит, интересно? Может, Михуил и Михуила? Ты дурак? Михуил, Михуила, Михулиянович. Да ну, нет, это стой. Ну, давай, смотри, его Михуил, его Михуила, а их сына будут звать Михуилянчик. Елена. Созвучно очень, Михаил и Елена. Михаил и Елена. Ну, кстати, да, ну ты слезь-то с нас, чё ты быкуешь-то? Ну, согласен, кстати, Елена, реально прикольно звучит. Ладно, всё, я согласен, Михуил и Елена. Ты лично моя опять взяла. Давай, давай, забирайся, давай, вот сюда. Иди, 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 иди подготовь, Михуила, давай, они ещё не виделись, давай, не знакомы ещё, давай. Михуил, там баба приехала к тебе. И всё? Я думал, ты сейчас ему скажешь, там, Михуил, любовь, это, это всё в этой жизни, через любовь появляются самые... Тише ты, Мишка, её Ленка зовут. Всё, давай. Чикибамбуйтесь, как бы, удачи вам в жизни, вот это детей и пенсию, сдохните в один день. Ну, в смысле, до конца вместе в гроб, да, пошли. А вот здесь поподробнее. Ну-ка, вернись обратно. Чё? Двери закрываются. Я требую чикибамбони. Ага. Кстати, их же кормить нельзя. Ну, а как они будут чикибамбони, если их нельзя вот это чикибамбонькать? Подожди, ты тут у нас в Майнкрафт играешь 7 лет, а не я, ты должен знать. Аааа, их не... А, вот это я чё-то как-то не учёл. Ребят, если кто-то знает, как зачикибамбонить двух медведей, их же нельзя ничем кормить. И чё нам с этим делать? Ну, нам остаётся только ждать ответа в комментариях. У меня к тебе более важный вопрос. Кто из них Елена, а кто Михуил? Вот Михуил подписанный! Да? А, Михуил, вот так подписано. Блин, я хотела тебя немножко подстебать, но ладно. Вдруг вы надумаете? Держи и держи. Ладно, давайте, если кто-то вдруг в комментах знает, напиши, Катя, их чикибамбоните, а мы с тобой, Катя, всё же пойдём и, наконец-то, переспим, да. Только клетку закрой, а то опять сбегут! Аааа, мы пойдём поспим, потому что у нас был трудный рабочий день. Да. Но перед этим ещё можно быстренько в ад сгонять, потому что там, кстати, новые обновления, там, если вот этого Хоглина притащить в обычный мир, то он станет зомби-кабаном. Кстати, мы этого ещё не делали, поэтому давай сначала быстро в ад заскочим, заскочим и потом... А, Катя! Ну там 3 минуты всего лишь, чтобы... Ладно, в следующей серии тогда пойду сам, пересплю. Птицами, птицами, птицами... Птица, не считай! Ха-ха-ха-ха! Птица, не считай!